Добрый вечер, я Максим Путинцев, и на стенде сегодня Виктор Шепти, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Виктор Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Прежде всего, поздравляю вас с переизбранием на этой должности на партконференции. Спасибо. Пятничной. Правда, насколько я понимаю, сначала вам пришлось уйти в отставку. Что за сложная процедура такая была? Ну да, и так, ухо, может, немножко резало моим коллегам. А мы-то журналисты заголовки когда-то? Досрочно. Шепти ушел в отставку, боже, сенсация. Не, ну это такие процессы у нас идут по всей партии, по всей стране. Досрочное прекращение полномочий руководящих органов региональных отделений. Это было связано с изменением, достаточно существенным изменением устава партии «Единая Россия». Я бы, может быть, если интересно, в двух словах бы рассказал, если спросите. Я думаю, что будет, мы обязательно коснемся. И не только ваш покорный слуга должен был подтвердить рейтинг доверия своих коллег внутренних. У нас большая организация, делегаты были со всей Свердловской области, 79 местных отделений. Но и полностью члены нашего коллегиального руководящего органа, полицовета и президиума регионального отделения. Это же такая техническая процедура получается. С одной стороны, техническая, подчеркнем, что это полномочия пятилетняя. То есть на пятилетний срок полномочий были обновлены наши руководящие органы «Единая Россия» и Свердловской области. Но они технические, я сказал, уже из-за устава. А устав-то изменения были внесены отнюдь не по технике, а потому что целых 7 месяцев было обсуждение по всей стране, все-таки как партию обновить. И вот исходя из этого, эти изменения были внесены устава. К уставу еще вернемся. Если я не ошибаюсь, вы руководитель местным отделением партии уже около 10 лет, ну правда с перерывом. С перерывом на год, с месяцами. У вас там в «Единой России» ограничений по срокам, по годам, их нет? Почему? В обновленном уставе предусмотрено необходимость ротации более двух сроков. Более двух сроков полномочий секретарь не может занимать эту должность. Так, у вас сейчас какой срок получается? Второй. А, второй. Вот это вот пятилетка получается, ну там хочешь не хочешь она... Да, ну потому что вот тот... Будет финальный. Давайте не будем наших уважаемых зрителей долго. Вот со времени, как такая норма в уставе появилась, один срок полномочий я отработал, и мои коллеги, и сейчас вот второй срок. На конференции произошла, насколько я понимаю, плановая ротация полицовета. Насколько полицовет изменился? Все, конечно же, отметили замену двух Сергеев Чепикова на Бедонька. Это было связано не с какими-то личностными факторами, это было связано с функционалом тех людей, кто работает у нас в руководящих органах. Мы здесь опираемся на тех, кто имеет конкретное партийное поручение. Сергеевич Бедонько, он член Генерального совета у нас, он взаимодействует с нами как замгубернатора, да и мы с ним давно работали еще со времен, когда он был успешным мэром. Главой муниципалитета. Да, главой муниципалитета. И когда он партийный проект реализовывал на федеральном уровне безопасные дороги. Что касается депутатов Госдумы, то у них сейчас все-таки много времени физически и, как говорится, усилия у них все-таки проводят в столице. У них одна неделя региональная, поэтому у нас все-таки в основном представлены депутаты регионального законодательного собрания и с муниципалитетов. Вы уже несколько раз сказали о том, что изменился существенным образом устав партии. В связи с этим, на следующую пятилетку, как ваш функционал меняется и приоритеты? Здесь, ну если про техническую часть еще раз сказать, мы будем вносить некие изменения и в наши документы, которые мы представляем Министерство юстиции. Сейчас у нас коллегиальным руководящим органом будет президиум. Это более суженный руководящий состав, который будет принимать ключевые решения. А раньше? Генсовет? Нет, полицовет, который был больше по составу. Это связано и с избирательными процедурами, и с назначениями наших представителей в избиркомы всех уровней, с нашим планированием, с взаимодействием с федеральным центром и так далее. Что касается таких технических изменений. Также изменения были внесены, если мы говорим об уставе, он, устав партии «Единая Россия», целиком он, значительные изменения претерпела структура. Еще у нас, в отличие от других политических партий, у нас появилось четкое определение четких целей и задач, так называемая политическая преамбула, в которой изложены основные цели и задачи партии «Единая Россия», инструменты для их реализации. Также были прописаны целый отдел, целый раздел, где идет речь о членстве в партии, прописан раздел «Этические нормы», их семь. Облика морали, что называется, члены партии. Тут можно и улыбнуться, с одной стороны, а с другой стороны, давайте смотреть на факты. Все-таки на члены партии «Единая Россия», особенно если он занимает какой-то пост в органах власти, будь то избранные органы власти, либо назначенные. На должность, на них-то смотрят, конечно, более пристально, чем на любых других. Всегда повышенное внимание, конечно. И требования, если какие-то высказывания, какие-то действия, не дай бог какие-то проблемы с законом, всегда требования и общественности, и журналистской братье, что ну давайте реагируйте. И вот сейчас это детализировано, все-таки прописано для каждого, кто хочет связать свою жизнь с партией «Единая Россия» и строить свою будущую карьеру, что здесь есть определенные требования и ограничения. Ну, порядочность – это, наверное, не ограничение. Это, наверное, все-таки подчеркивает ту черту, что порядочность и ответственность – это не на словах, а на деле, и за это есть определенная ответственность. У нас в партии создана комиссия по этике, которая как раз… Эта комиссия будет давать оценку? Да, да, будет давать оценку. В случае чего? Все-таки в тех случаях, если будет ставиться репутация или авторитет наших коллег под сомнение, она из авторитетных людей, назвать только фамилию председателя комиссии по этике – это Валентина Терешкова. Можно уточню, в случае чего высшая мера, она какая? Ну, расстрел мы не рассматриваем, конечно. Ну, меня часто спрашивают, вот все-таки ответственность, как вы будете карать и так далее. Не знаю, там полицание публичное, или там партбилет на стол, или что? Мы, конечно, не можем выходить за рамки своих полномочий, и какие-то взыскания, либо, ну, вплоть до исключения из партии, это наше внутреннее дело, и человек при этом не лишается никаких гражданских прав. Но это возможно. Но дорожат, но люди дорожат своим статусом. Это было и раньше возможно, и сейчас, но сейчас более детализировано, за что и за нарушение каких этических, именно этических норм могут проститься с каким-нибудь из наших коллег. Виктор Анатольевич, у вас сейчас начинается, как вы уже сказали, новый пятилетний срок на посту секретаря. Я так прикидываю, больших выборных кампаний у нас в регионе не будет примерно еще года два. Два с небольшим. Вот это плюс или это минус? Для вас и для партии, соответственно. Два года мирной жизни. Конечно, в целом, если мы говорим о деятельности политических партий, они, собственно, и создаются для того, чтобы участвовать в выборах и свое представительство в органах власти подтверждать или начинать формировать. У нас здесь точно не напочиваешь, не на лаврах там, не на лавочке не посидишь. У нас очень много работы по реализации партийных проектов. Опять же, если мы говорим о тех решениях, которые были приняты. Основная наша задача реализации наших партийных проектов – это реализация майского указа президента по всем этим направлениям. И много вот таких направлений, тесно пересекающихся с государственной политикой. Нет, не расслабишься летом. Тем более, у нас сейчас организован конкурс инициатив, конкурс так называемых проектов первичных отделений. Очень интересные инициативы коллеги, от благотворительности до каких-то учебных вещей, до социальных каких-то проектов. И не политические проекты. Не политические, да. И вот конкурс этот объявлен надо организовать, проводить заявок много. Конкурс «Политический лидер» выявления молодых ребят, которые уже заявились, официально зарегистрировались. И итоги будут подводиться через месяц. Мы будем тоже иметь запасную, скамейку запасных, скажем так, которую надо тоже вовлекать в нашу работу. Но я бы здесь чуть-чуть немножко с вами не согласился, что у нас затишье политическое. Да, не планировалось у нас особых выборов на 2019 и 2020 год. Но как же с довыборами в Государственную Думу? А как же с довыборами в Государственную Думу, Виктор Анатольевич, я тоже вас прошу. На линии выдвигаться? Причем через праймерис «Единой России» объявил биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин. Как вы это прокомментируете? Я прокомментирую это как, с чего мы начали, как руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Во-первых, это было бы здорово, если бы, наверное, такого уровня у нас были кандидаты. Но вместе с тем, я тоже с Антоном Владимировичем мы эту тему обсуждали. Мне понравился его совершенно объективный взгляд на вот эти все политические составляющие, которые вполне возможно в его жизни появятся. И он понимает сам, причем это не то, что я ему там рассказывал. Он, видимо, уже не первый год это видит, в том числе, может быть, в информационном пространстве, что в партии «Единая Россия» есть предварительный отбор, предварительное голосование. Мы 26 мая будем организовывать такой вот день предварительного голосования, определять нашего кандидата. И для всех условия будут равны. И Шипулин фаворит? Ну, калибр его, конечно, фамилия, наверное, известна на всю страну. Но решение мы об окончательном решении сможем говорить только после того, когда мы все официальные процедуры проведем и увидим официальный уровень его поддержки. Да, его поддержки. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Виктор Шепти, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». До свидания и удачи.